Шесть вечера в Одессе. Информационная служба седьмого канала продолжает знакомить вас с самыми главными событиями сегодняшнего дня. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Рев сирен, столб дыма, перекрытое движение и отцепленный копами квартал. Таким выдалось начало вторника 19 сентября на улице Черняховского. Не доезжая пятой станции Большого Фонтана, напротив торгового центра «Пятый элемент» полыхнула иномарка. Легковушка «Ниссан» загорелась прямо в автомобильном потоке. На ровном месте, да, стало что-то дымить из-под капота. Только я ее забрала с СТО. Все поменяли, масла, фильтра, все обслужили, поставили новый аккумулятор. Вот я еду сюда. Находившаяся за рулем женщина успела вовремя выскочить из пылающего автомобиля, она не пострадала. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили возгорание, но «Ниссан» успел изрядно выгореть. Моторного отсека, по сути, не осталось. В причинах ЧП предстоит разобраться экспертом. Не было слабка кого-то. Ничего вообще не было. Тишина, просто тишина, она заглохла. Я думаю, что такое. Звоню на СТО, трубку никто не поднялся. Хотел спросить, в чем дело, почему машина заглохла. Ничего, на паркинг поставила. Сижу, все название. Вот, смотрю, стало из-под капота такое тонкое дымо. Ну, все, дальше уже мы стали решить. Полиция открыла два уголовных производства по факту столкновения активистов с правоохранителями в Черноморске. Напомню, там вчера суд оправдал два десятка фигурантов по делу 2 мая. Пятерых человек освободили из-под стражи, но двоих сразу же задержали уже по другой статье. Как все было, смотрите в нашем сюжете. Движение автомобилей по улицам перекрыто. С самого утра суд Черноморска окружила полиция и спасатели. Здесь выносят приговор по делу 2 мая. Рядом со зданием суда несколько пожарных машин в полной боевой готовности. Присутствует и скорая помощь. Все другие заседания на этот день отменены. Слушание по делу 2 мая началось на три часа позже назначенного времени. Арестованных по делу суд оправдал. Постановил освободить. Представители прокуратуры с решением не согласны. Будут подавать апелляцию. Патриотические организации тоже не согласны с решением суда. Все это время они дежурили под зданием. После объявления вердикта они пытаются прорваться сквозь окружение правоохранителей. Кто-то бросает петарду. В ход идут шумовые гранаты и слезоточивый газ. Активисты сделали еще несколько попыток прорвать окружение и помешать вывозу фигурантов. Полиции пришлось обороняться. Да, спецсвиста принялись для защиты полицейских, для отражения нападений на сотрудников полиции. Исключительно. Никто не задерживался. Никто не задерживался. Позже в полиции заявили. В столкновениях пострадали около 20 правоохранителей. По факту беспорядков открыли два уголовных производства. По части 4 статьи 296. Хулиганство. И по части 2 статьи 345. Угроза либо насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. А вот двух оправданных фигурантов дела 2 мая. Евгения Мефедова и Сергея Долженкова. Снова арестовали. Им выдвинули подозрение по другой статье. 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ольга Голодова, Кристина Немченко. Андрей Воронцов. Седьмой канал. Два месяца под стражей без возможности залога избрал Киевский суд в качестве меры пресечения для активистов антимайдана Сергея Долженкова и Евгения Мефедова. Напомню, после оправдательного приговора по делу 2 мая их задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. После вынесения оправдательного приговора одного из фигурантов по делу 2 мая жестоко избили. Об этом сообщили в полиции. На Евгения Грещука неизвестные напали на заправке на выезде из Черноморска. Особа отримала закрытую черепно-мозговую травму, отримала струс мозгу. Нападавших разыскивает полиция. Открыто уголовное производство по 125 статье Уголовного кодекса Украины. Это умышленное легкое телесное повреждение. Подростки Максим Тихончук и Екатерина Ной, которые эвакуировали больше 20 ребят из горящего корпуса в лагере «Виктория», могут получить медали за спасенные жизни. Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов уже подписал представление к Петру Порошенко и о присвоении награды. Обратился к главе службы ГСЧС Украины Николаю Чечеткину с просьбой поддержать его обращение. Какие профессии помогут стране развиваться разносторонне и приведут бизнес к успеху? Таким вопросом задались разработчики пакета «Пакта ради молодежи-2020». В рамках этой программы по всей Украине проводятся бизнес-тренинги для молодых людей, которым только предстоит выбрать профессию и в дальнейшем заниматься бизнесом. Главное – сделать это правильно. Понимать, ту ли карьеру они выбрали, чем они хотели бы заниматься. И, наверное, в этом и есть цель всего этого, чтобы наша молодежь выбирала карьеру осознанно, не понимала, что будущее в этой стране есть. Сейчас мы говорим о развитии против жизни, о системе неформальной развитии. И в этом, в частности, приобретет новый закон о развитии, который нещодавно приняли. И, в основном, подсказать молодым людям, каким образом налажливаться на работу в сфере предприятия. Подобные молодежные бизнес-встречи проходят и в других городах Украины, и в Киеве, Харькове, Днепре, Луцке и Кременчуге. Среди главных тем вопрос о том, какие сферы бизнеса нужно развивать в Украине. Многие сферы в Украине уже хорошо развиты. Вы преуспеваете в IT-сфере, в технологиях, в освоении космоса. И это невероятно, потому что не каждая страна на это способна. Мне кажется, Украина может стать весьма успешной. Просто поверьте в себя, и вас ждет прекрасное будущее. В результате, говорят организаторы, эффект ВАУ даст более 10 тысяч рабочих мест и более 300 будущих партнерств. В Одессе собрались 20 лучших учителей Украины. Участники финала всеукраинской премии Global Teacher Prize Ukraine. По словам организаторов, главному победителю достанется приз в 100 тысяч гривен и поездка в Дубай на международный образовательный форум. Во всем мире Global Teacher Prize знают как Нобелевскую премию для учителей. Я викладаю іноземнюю мову, англійську та німецьку. І відповідно до конкурсу, ось чло анкетування, де я мав розказати про свої принципи виховання, принципи викладання, яким чином я зацікавлюю учнів, як я виховую глобальних громадян. І ось, напевно, на базі цієї анкети були відібрані топ-20. Безумовно, у всіх у них є дуже потужна соціальна складова. Хтось працює з дітками з обмеженими можливостями, хтось організовує різноманітні заходи для дітей, для того, щоб надихнути їх і показати, що все в цьому житті можливо, потрібно лише вірити в свої сили, показую якісь інші горизонти, виводити з зони комфорту. Тобто це не лише вчитель, який відчитав фізику, розповів про формули, закон ОМА, або про складнопідрядні чи складносурядні речення. Це щось значно-значно більше. Ботаническому саду Одесского національного університету імені Мечникова ісполнилось 150 років. К юбілею научні діятели со всієї України собрались, щоб обсудити питання зберіження видів ростень в условіх змінення клімату. Якщо флора України включає в себе близько п'яти тисяч видів рослин, то в ботанічних садах і дендропарках України зберігається понад 20 тисяч видів в формі рослин. І, звичайно, ця величезна кількість видів, її треба контролювати, відслідковувати, що зникає, а що, можливо, враховуючи нові умови, можна залучити для поповнення видового складу флора. Спеціалісти на протягом трох днів будуть обсуждати проблеми сохранення, біологічного разнообразия, охрану ростень, а також екологічні вопроси. К слову, в Україні 30 ботанічних садів і 19 дендропарках. В одеському ботсаду одна із найбільших колекцій, она насчитывает нескільки десятков тисяч растений. Можно встретити африканські пальмы, бананы і сакуры. Сам же сад занимається около 16 гектарів. Несмотря на те, що ми три роки тому назад дуже серйозно пострадали от урагана, известного Одесі, там в конце мая колекція восстанавливається. Ми восстановили вже полностью две оранжереї с помощью меценатів і спонсорів. І зараз заканчивається монтаж і фактично капітальний ремонт так называємого «більшої пальмової оранжереї». К сожалению, фінансування не увеличивається. Я би даже сказав, що с точки зрення бюджету общегосударственного сокращається. Мобільна свість успела проникнути почти во все сфери нашої жизни, даже на крышу жилого дому. А именно такая ситуация произошла с жильцами девятиэтажки Наильфа и Петрова. По їх словам, председатель ОСМД самовольно подписал договор с компанией мобильной связи на установку антенны ще в феврале текущего года. Сами жильцы узнали о строительстве только в августе, хотя проведение будущих работ были в курсе даже в соседних домах. «Когда нам сказали, что он обошел все дома вокруг, где стоят антенны, и всех спросил, но нас ни о чем не спросил, мы начали разбираться с этим вопросом». Всего за аренду крыши председатель якобы получил 18 тысяч гривен, 12 из которых, по его словам, пошли на погашение долга дома. Жильцы на общем собрании постановили отказаться от антенны, и представитель мобильного оператора предложил сделать это по соглашению сторон. Однако уже месяц дело не движется с мертвой точки. «Нам нужны веские причины. Веская причина – это первое, доказать, что это вредность, и второе – это если люди, большинство будут против. Вот это и есть веская причина. И я сразу говорил, было в собрании, я говорил, что я не против, не против. Решил народ – так и будет. Но дело в том, что это должна быть веская причина». На собрании жильцы решили переизбрать председателя, однако, чтобы уладить все вопросы с оператором мобильной связи, жильцам нужно теперь вернуть 18 тысяч гривен. Ну и пока это вся информация. К этому часу информационные итоги дня подведем, как обычно, в 20.00. Ну а сейчас я передаю слово в передачу «Вечер на седьмом». Моя коллега Саша Корень уже готова рассказать самые свежие новости. Они постоянно мониторят их в режиме онлайн. Саша, тебе слово. Расскажи, что вам удалось узнать за последние 20 минут. Спасибо, Игорь. Порубей подписал резонансный закон об образовании. Продолжение следует...